Физика, химия, математика, биология и еще множество других предметов изучают в школе. Здесь ученики определяются с будущей профессией и интересами, а еще делают свои первые шаги в науке. Успел поработать над проектированием космического корабля «Буран». Теперь передает полученные знания ученикам. Физика – наука сложная, но самым усидчивым и упорным она покоряется, говорит учитель. Физику нельзя выучить, ее можно только понять. А чтобы понять, нужно начинать с самых азов и потихонечку, ступенечка за ступенечкой идти, идти, идти. А вот робототехника – направление относительно новое. Процесс создания проекта занимает много часов, а иногда месяцы и даже годы. Компьютерные технологии развиваются с космической скоростью. Будущее за техническими науками, будущее за точными науками, будущее за инженерными кадрами – это те люди, которые точно нужны, которые в конкурентной борьбе со своими товарищами должны выигрывать. Иоанн в точные науки влюбился рано. Наибольший интерес у него вызвала информатика. Родители поступили мудро, увлечение сына поддержали. Первый 3D-принтер свой я уже имел в 12 лет и программировал чуть позже, после его получения. А дальше физика уже стала как очередная точная наука. Такая научная деятельность принесла хороший результат. Иоанн стал призером Всероссийской олимпиады по робототехнике. Его изобретение – электронный звонарь – жюри оценило по достоинству. Тема того года – это было, что Россия может внести в мировую культуру. Поэтому было решение построить электронный звонарь, потому что колокола является неотъемлемой частью русской культуры. И сейчас есть достаточно большая нехватка в высококвалифицированных звонарях или в устройствах, которые их могут заменить. Ксения занимается наукой профессионально. От лаборанта-исследователя доросла до младшего научного сотрудника. Изучает метод биопроймирования на семенах тыквенных. Повышение их схожести, в целом пассивных качеств, чтобы добиться дружных всходов, дружной энергии прорастания, а в дальнейшем хорошей урожайности и качества получаемой продукции. Наночастицы серебра в помощь селекционера. Такой раствор оказывает антибактериальный эффект на семена. Маргарита экспериментирует на луке. У нас есть чашки Петрия. Мы туда засыпаем семена. Концентрация наночастиц мы, у нас там колба с этими наночастицами, пипеткой набираем и разбавляем в разных концентрациях с водой. И все, потом мы замачиваем семена в этих растворах с разной экспозиции времени от двух до восьми часов. Раньше на создание новых сортов культурных растений приходилось тратить 5-7 лет. Сейчас научным сотрудникам удалось сократить селекционный процесс почти вдвое, до трех лет. А все ради того, чтобы любимые овощи и фрукты стали еще вкуснее. Мы ведем селекцию на отсутствие горечи. Мы еще на стадии того, что когда растение маленькое-маленькое, уже понимаем, что будет она горчить или не горчить. То есть по семидольным листьям можно узнать. Патогенные микроорганизмы – опасность для растений. Их присутствие можно определить по пятнам налету деформации листьев. Ученым еще есть над чем работать. Задача – сделать растение сильнее. Этот процесс очень динамичный. Огромное счастье, когда вы берете популяцию, состоящую из 200-300 растений, проводите искусственное заражение. И как это бывает, очень интересно посмотреть, как развиваются симптомы. Выбрать тот самый интересный, устойчивый генотип и уже продолжать с ним работать. 8 февраля – День российской науки. Наша страна богата талантами. Главное – вовремя их разглядеть. Ответить на все как, зачем и почему. Ведь именно маленькие «почемучки» чаще всего потом совершают научные открытия.